С начала марта в нашем городе работает портовый контроль. Его задача – наблюдение за порядком на территории свободного порта. Прежде этим занималась полиция городского самоуправления, однако, чтобы сэкономить средства, а также чтобы дать возможность работникам порта проявить себя, было решено создать портовый контроль. Теперь сотрудники порта, прошедшие специальное обучение, дежурят днем, а на некоторых маршрутах – и ночью. Есть разные маршруты. Самый длинный – час 30, час 40. Это если ехать в Парвенту, на улицу Талсу. Эта часть и та часть. До аэропорта тоже довольно далеко ехать. Контроль требуется не везде. Например, в терминалах Венспольского свободного порта – пропускной режим. Там работает своя охрана. Задача портового контроля – следить за объектами в общедоступной зоне. Если мы используем собственные ресурсы, это и вызов для наших сотрудников, и возможность профессионального роста. Да, руководство считает, что так выгодней. Кроме того, наши люди любят порт, знают порт и любят его. Беспрецедентная практика. Портовый контроль дежурит не только на машине, но и на судах портового флота. Акватория Венспольского порта довольно-таки открыта, особенно у выхода в море. Проблем с наблюдением не возникает, разве что участки около железнодорожного моста. Тут могут быть сложности, но тут портовый контроль работает в контакте с капитанской службой и пограничниками. Это одна из основных наших задач – контроль на судах. С воды многое видно. Допустим, видим в порту какие-то машины, агрегаты, идентифицировать которые не можем. Связываемся с капитанской службой, выясняем, что откуда взялось. Мы не осуществляем задержание. Это функция компетентных государственных служб. Наше дело следить за порядком в акватории и на суше. И если видим или подозреваем инцидент, сообщаем пограничникам. Если что-то техническое, сообщаем в капитанскую службу. А они уже в свою очередь принимают меры, работают с информацией дальше. В распоряжении портового контроля разные суда. И гидрографическое судно, и нефтемусоросборщик. На борту должны быть два члена экипажа. В машине дежурит один. Первые недели прошли без происшествий, сообщил в беседе с курзомским телевидением Яни Скруменьш. Аналогичные службы действуют и в соседних городах, например, в Лиепае. А в Риге даже создана портовая полиция. Венспилский портовый контроль подчеркивает, что основная задача его сотрудников – наблюдение и отчетность, а не проведение операций по задержанию.